В управлении Росгвардии по Карачево-Черкесии прошла пресс-конференция с участием начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуарда Чумаева и начальника отдела государственного контроля Магомеда Атабиева. На встрече с журналистами офицеры рассказали о роли, целях и задачах отделов, подвели итоги их работы. Подробности у Мурата Джанкёзова. Открывая пресс-конференцию, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев рассказал об изменениях в федеральном законе об оружии, о том, как осуществляется государственный контроль в сфере оборота оружия и сколько единиц огнестрела на руках у населения республики. На учёте составит охотничье нарезное оружие, их около 6 тысяч владельцев и примерно столько же владельцев огнестрельного оружия ограниченного поражения. За истекший период текущего года в подразделение лицензионно-разрешительной работы поступило около 9,5 тысяч заявлений по вопросам, связанных с оборотом оружия, приобретения, хранения, ношения и так далее. Из них около 97% поступили в электронном виде. С начала года отделом государственного контроля Росгвардии были проведены проверки всех подконтрольных субъектов, в том числе топливно-энергетического комплекса, проведена профилактическая и разъяснительная работы, а выдача предписаний приносит свои положительные плоды. По результатам проверок выявлено более 33 нарушений, обязательных требований, и руководители, ответственные за обеспечение безопасности, были привлечены к административной ответственности. Составлено было 7 административных протоколов. Важной темой встречи стало неправомерное применение оружия, особенно во время проведения свадебных церемоний. Было сказано о серьезной ответственности за подобные правонарушения. Опускают именно стрельбу с оружия неустановленных в местах, населенных пунктах, что является грубым нарушением общественного порядка. То есть там существует серьезная ответственность, вплоть до конфискации оружия, серьезных штрафов, и те, особенно свадьбы у нас, праздники какие-то. Наверное, свою радость надо другими способами и методами выражать. В завершение офицеры Росгвардии отметили, что главная задача военнослужащих и сотрудников Росгвардии – это обеспечение правопорядка и защиты интересов граждан страны. Мурат Жантьозов, Вести Карачаева, Черкесия.